МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работающие механизмы. Задачи Агропрома обсудили на правительственной комиссии. Для дела и для души. Батаревский изобретатель создает новые виды техники. Объемы государственной поддержки Агропромышленного комплекса республики в этом году превысят 3 миллиарда рублей. Задачи для сельхозтоваропроизводителей, временно исполняющие обязанности главы Чуваши, обозначил на заседании правительственной комиссии. Сегодня же Олег Николаев встретился с генеральным директором Росагролизинга. Подробности у Дмитрия Ковалева. Спасибо вам большое. Будем работать. Соглашение сторон с прицелом на ближайшие годы. Чувашия продолжает развивать партнерские связи с Росагролизингом. Аренда сельхозтехники выгодна многим предприятиям. Большие перспективы открываются и перед местными машиностроителями. Сейчас наши отношения вышли на новый уровень, на новый виток. Мы в прошлом году увеличили практически в три раза объем техники, которую предоставили аграриям региона. И на этом не хотим останавливаться. У нас никаких региональных лимитов не существует. Если будут меры государственной региональной поддержки на приобретение техники вкупе с нашими программами, это может очень хороший объем дать. Модернизация должна стать трендом для сельхозпредприятий. Аграриям республики просубсидируют до 40% затрат на приобретение новой техники. Еще одно поручение временно исполняющего обязанности главы региона – развивать глубокую переработку зерна и картофеля. Мы, к сожалению, продаем картофель в первоздании. Вывестили и хотим продать. Очевидно, рынок применялся. Присмотреть форму поддержки при приобретении специальной техники и оборудовании для переработки картофеля в разной степени за счет субсидирования из республиканского бюджета. Для нас более актуальны более мелкие формы хозяйствования, в том числе и в рамках семейных молочных ферм. И здесь мы предлагаем заключить в этом году программу поддержки строительства ферм на 200 голов. И, естественно, сохраняются все эти старые формы поддержки для того, чтобы северный производитель переходил на новую высокотехнологичную форму производства. Минувший год для агропромышленного комплекса региона стал успешным. Собран рекордный урожай зерновых. Лучшим работникам вручили госнаграды. До пассивных работ считанные недели. По прогнозам, из-за аномально теплой зимы весенняя страда начнется рано. Сейчас необходимо подготовить качественные семена. С оптимизмом на этот год смотрят не только крупные хозяйства, но и фермеры. В наших партнерах около 60 тысяч личных подсобных хозяйств. И наша задача, мы считаем, в этом году поддерживать эту связь, выйти на какой-то новый уровень. На село необходимо привлекать молодые кадры. Здесь многое зависит от того, как в муниципалитетах решается жилищный вопрос. Олег Николаев предложил принять новые меры господдержки и снизить ставку льготной ипотеки до 0,1%. Эти как раз сделаны для того, чтобы люди, получая образование, выбирали в качестве работы для себя сельскую территорию. И ровно техи будем поддерживать вот на таких условиях. То есть те, кто будет выбирать себе как место работы и место проживания сельскую территорию, конечно же, будут получать такие формы поддержки. Каким будет облик села, сейчас зависит от инициатив местных жителей. На реализацию программы развития общественной инфраструктуры из бюджета планируют выделить еще порядка 200 миллионов рублей. В этом году было отобрано более 700 проектов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Аллат и Реканаж получат гранты на развитие своих территорий. Они стали победителями всероссийского конкурса облагоустройства малых городов и исторических поселений. Итоги подвели в Тюмени. На реализацию своих проектов Канаж получит 70 миллионов рублей. АллатРь – 44,5 миллиона. Задумок много. Так, проект «АллатРь. Город-музей» представляет собой благоустройство исторической части нескольких парков и скверов. В Канаше займутся центром города. Вторую жизнь обретут дворец культуры, сквер, где находится обелиск славы воинам-вагоноремонтникам, павшим в годы Великой Отечественной войны. В рамках проекта отремонтируют и некоторые улицы. В среду, 4 марта, в приемные президенты России в Чувашии будет действовать горячая телефонная линия по пенсионным и социальным вопросам. Отвечать на них будут представители пенсионного фонда, Минтруда и социозащиты, Минздрава, фонда социального страхования. В это время жители Чувашии могут позвонить по телефону 39 36 81 для иногородних, код города Чебоксары 83 52, и задать интересующие вопросы. Чтобы знали, помнили и гордились, к 75-летию Великой Победы в Чебоксарах стартовал проект «Улицы героев». Нынешнее поколение в большинстве своем даже не знает, чьи имена носят улицы столицы. А между тем, увековечена память 8 героев Советского Союза. Организаторы акции решили рассказать школьникам о прославленных земляках. Так родилась идея выпустить иллюстрированный журнал, рассказывающий об истории подвигов уроженцев Чуваши. Подробнее Рифат Фаткулин. Героизм для этих ребят не пустое слово. Учащиеся 4-го столичного лицея с головой погрузились в мир реальных подвигов. Уроков Виталий Иванов, 1919-1945 год. Командир батальона гвардии майор. «Участвовал во многих боевых операциях, начиная с обороны Москвы и заканчивая освобождением в конце войны». Узнать больше о людях, составляющих гордость нашей республики. Какие подвиги совершил каждый из них. В каком году именем героя названа улица. Формат журнала как нельзя лучше помогает достучаться до клипового сознания юного поколения. Но формат акции намного шире. Самая главная наша задача была включить их в общее празднование. То есть попытаться привлечь их к фестивалю, к тому, чтобы они тоже внесли свою лепту в эту победу. Нарисовать, так скажем, подвиг своего деда. Также мы предлагаем в рамках празднования и в рамках этого проекта стихотворный марафон. Выбирается 75 участников из всего города, из всех школ. Ну, так как 75 лет празднования Великой Отечественной войне, победы. И поэтому мы решили, что будет 75 участников проекта, которые будут звучать на детском радио, на ТВАН-радио. Театрализованные представления в школе – еще одно напоминание о войне. Фронтовые песни словно перенесли сегодня всех участников проекта в наше прошлое. Они стали связующей нитью. Я очень ценю своего прадедушку и прабабушку, которые воевали на этой войне. Я хочу почтить им память, и поэтому решил поучаствовать в этом представлении. Если мы не будем знать историю наших предков, то мы совсем позабудем о том, и враги сломят наш дух. Ведь наши предки были очень крепки духом и всегда боролись с противниками, которые на нас нападали. Акция продлится в течение трех месяцев. Школьники узнают много интересного о том, как наша республика ковала победу на фронте и в тылу. Рифат Фадкулин, Татьяна Раевская, Бахтиар Велиев, Республика. Слышать всегда. Под таким лозунгом в мире в этом году отмечают Международный День слуха. В чебоксарах охраны здоровья в этой сфере занимаются врачи эстердологического центра. Он работает на базе Республиканской клинической больницы. Кто это? КАРВА КОРВА Мир наполнен самыми разными звуками. Они окружают нас с рождения, но слышат их не все. Андрюша и Кира – двойняшки. Несмотря на то, что они родились в один день, все, что происходит вокруг, воспринимают по-разному. Сегодня они на очередном занятии у логопеда. Это какой у тебя? Это какой? Синий. Синий. Это какой? Какой, Андрюш? Красный. Я обнаружила, что ребенок начал плохо слышать. Сначала у сурдолога мы проверяли слух, потом нас отправили в Москву. Там нам подтвердили диагноз уже, что нарушение слуха идет у гауха четвертой степени. Врачи говорят, что причина была в том, что мы родились раньше срока, на 29-й неделе беременности. А сейчас мы будем носить слуховые аппараты и делать операцию на одно ухо. Операция позволит Андрюше и другим детям с большими потерями слуха в дальнейшем свободно общаться со слышащими. Нам сделали операцию, после чего мы проходим постоянно реабилитацию каждый год и учимся в школе. Он говорит, но, конечно, дефекты есть в речи, но мы работаем постоянно над этим с нашими педагогами по речи в школе. Со сверзниками у него очень хорошо. Я люблю заниматься, заниматься маленьким, нравится, и потом русский язык нравится, и потом штиль не нравится, пересказка не нравится. Так называемую кохлеарную имплантацию проводят в Москве, а вот дальнейшей реабилитацией занимаются в этом сардологическом центре. Врачи утверждают, что в половине случаев развития глухоты и другие дефекты слуха обратимы. Главное – вовремя заметить отклонения. Помогает в этом аудиологический скрининг. Это значит, в роддомах нашей республики каждому ребенку на третьи-четвертые сутки жизни проводится аудиологическое обследование слуха. Если выявляется на уровне роддомов нарушение слуха, этот ребенок передается в детскую поликлинику. Многие из ребят носят слуховой аппарат, правильный подбор которого помогает им развиваться по возрасту. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Сегодня урок физкультуры в Чебоксарской гимназии номер один закончился трагедией. Во время занятий по плаванию в бассейне умерла школьница. 3 марта в одном из общообразовательных учреждений в городе Чебоксары во время занятий по плаванию 13-летней девочке, находившейся в бассейне, стало плохо. Это заметил представитель, который вытащил ее из воды. Однако, несмотря на все меры, принятые сотрудниками скором медицинской помощи, прибывшими по этому сообщению, девочка скончалась. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты следственных органов Следственного комитета по Чебоксарской республике. По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех отец произошедшего, а также причин и условий этому способствовавших. В основании причины смерти девочки назначены для медицинской экспертизы. Также будет проверено, могла ли девочка по состоянию здоровья заниматься в правительственном обладении. И также будет дана надлежащая права оценка действий сотрудников образовательного учреждения и медицинских работников. Результатом проверки будет принято процессуальное решение. Чебоксары готовятся к паводку. Из-за аномально теплой зимы и ранней весны он начался раньше обычных сроков. Конкретный список потенциально опасных участков и объектов будет утвержден 12 марта. Но уже сейчас особое внимание уделяется содержанию мостов и гидротехнических сооружений. Управляющие компании должны организовать очистку от снега и льда, крыж жилых домов, колодцев и люков. На Волге в районе речного порта установлены предупреждающие щиты об опасности выхода на лед. Самое обаятельное и привлекательное в столице Чувашии прошел финал городского конкурса «Женщина года». О самых успешных представительницах прекрасного пола далее. Она не молодая, некрасивая, одинокая женщина. Она не женщина, она директ. Именно так охарактеризовал герой фильма «Новосельцев» свою начальницу Людмилу Прокопьевну, чей образ воплотила легендарная Алиса Фрейндлих. Но участницы столичного конкурса «Женщина года» доказывают обратное. Яркие, уверенные, целеустремленные. Они успешны как в карьере, так и в личной жизни. Татьяна Волкова в педагогике вот уже 17 лет. Сейчас она вплотную занялась дополнительным образованием, причем не только среди детей, но и взрослых. Татьяна – активный участник различных конкурсов, но «Женщиной года» решила стать впервые. Я считаю, такие конкурсы очень важны, они очень нужны, потому что женщина – это вообще жемчужина вселенной. Женщина делает этот мир прекраснее и гармоничнее. Женщина, она должна быть гармонично развитой, социально активной личностью в плане творчества обязательно. От инспектора социальной защиты до директора такой путь прошла Ренада Федорова. В социальной сфере она уже 37 лет, на ее счету множество наград. Теперь к ним добавилась еще одна. Ренада Федорова победила в номинации «Служение людям». Женщина года, вот это чисто мое понимание, она очень добрая, она отзывчивая, она деловая, она может любые вопросы, наверное, поставленные перед ней решить. И коллективе является лидером. Здесь очень большую роль играет организаторская способность, и вовремя нужно среди коллектива, среди работников выделять еще мини-лидеров, потому что таких тоже очень много. Кто-то не всегда проявляет свою инициативность, иногда и вот подталкиваешь. И в связи с этим мы у себя в центре очень часто проводим различные тренинги. Из 12 участниц без награды не осталось ни одна. Каждая стала лучшей в своей номинации. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Мастер «Золотые руки». Так говорят жители села Тойси Батревского района о своем соседе, Эдуарде Плечове. О том, как детское увлечение переросло в серьезное дело, расскажем в нашем сюжете. Этот вездеход – недавнее изобретение Эдуарда Николаевича. Двигатель от автомобиля АК, коробка от него же. Сделал для пасеки. У меня пасека находится в поле где-то 8 километров весной и осенью трудновато ездить. Поэтому сделал вездеход. А на вездеходе проблем нет. Сегодня в гараже мастера около 10 единиц самодельной техники. Мини-трактор для посадки картофеля, мотособака, снегоход, косилка. Интересные идеи современный Кулибин берет из интернета. За необходимыми деталями ездит на авторазборные пункты. Немного фантазии, времени и старые двигатели, карбюраторы и прочие детали обретают в руках Эдуарда Плечова вторую жизнь и продолжают служить людям. Увлечение, конечно, с детства. Началось с конструкторов. Потом потихоньку уж перешло вот так, большой интерес. Так редукторы от старого автомобиля и небольшой движок превратились в машину для колки дров. Сегодня он работает водителем, а свободное время по-прежнему посвящает конструированию. Близкие поддерживают увлечение Эдуарда Николаевича, а односельчане ценят его за отзывчивость и доброту. В деревне, получается, у людей техника ломается, первым делом сразу к нему звонят, спрашивают советы, он помогает, всегда, никогда не отказывает. Богдана Дойникова, Валевия Визюков, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова